Привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение, гайд прохождения игры под названием Сибирь 3. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь, если вы новенький человек на моем канале. Приятного просмотра! Ну и что, друзья, прошлой серии мы с вами закончили на том, что мы встретили нашего Оскара, нашего друга. Его очистили от радиации и, собственно, открыли вентиляцию. Для того, чтобы наши летучие мыши могли улететь. Ну и теперь, собственно, нам нужно повторить наше предыдущее действие. Нам нужно разжечь факел. Вот, естественно, он у нас не разжженный в кармане лежит. Это было бы не очень безопасно. И для этого мы снова идем к верстаку. Сейчас мы баринка его разожгем. Так. Здесь все-таки есть место подъема. Я в прошлой серии говорил, что надо обходить. Нет, ребят, все-таки есть здесь где подняться. Вот. Можно не подходить к лестнице, а прямо сразу здесь подняться. Ну и все. Ну, благо, сейчас нам не нужно повторять наше действие с поджигом. Оно все делается автоматически. Нам только нужно подойти к верстаку и активировать анимацию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Держи воздуху. Как здорово выбраться из этого ада. Что теперь? Упьемся здесь на ночь, а с рассветом продолжим наш путь. После нас ждет последняя точка маршрута в этой стране. Древний мост через реку Болотом на границе с Ехастаном. Когда перейдем мост, мы будем в безопасности. Отличные новости. Пока, Курк. За нами кто-то наблюдает. Ну что, мы можем с вами сейчас встретиться с Курком. Пообщаться. И мы небольшой сделали привал. Так, секундочку. Я тут сейчас немножечко... Найдусь, где я вообще. Хороший Юкол этот Бурут. Мне он нравится. Что это скажет еще или нет? Ну ладно. Ничего он нам не скажет. Ну и что, у нас с вами своя собственная юрта есть до конца путешествия. Это прикольно. Но я думаю, Кейт реально заслужил и отдых, и юрту. Мне вот нравится, когда идут ролики. Там, по большей части, все-таки нормальная оптимизация и показывают 60 фпс. К сожалению, в самой игре такого не заметишь. Вот. И это, конечно, вот опять же повторюсь, очень сильно мрачает прохождение. Честно говоря, хочется побыстрее закончить игру. Как раз потому, что играть в нее тяжело из-за плохой оптимизации. Очень сильно это раздражает. Здесь у нас Юколы, видите, собрали все предметы, которые у нас были по мере прохождения игры, добыты. И даже наш факел. Все. Не знаю, конечно, как здесь, Кейт, было бы удобно-неудобно спать. Да-да, прикладывайся. Потому что все-таки юрта довольно-таки маленькая, но я думаю, поспать тут все равно можно. Ладно. Пойдемте, сходим. Все-таки поговорим с Курком. А потом, может быть, у нас получится поспать. Курка. Сейчас найдем Курка с... С Яваской. Они вместе, по-моему, трутся все время. Да блин. Где-то они должны быть рядышком. Фига, они тут кострище, да, развели? Неслабый такой. Так, что-то я немножко тут заблудился, однако. Потерял, где они тут находятся у нас. Это у нас не Курк. Открыли тут какой-то, видите, поставили снова верстак. Постоянно что-то, кто-то у них все-таки что-то делает, чем-то занимается, да. Они, получается, не бездельничают, постоянно что-то делают. Так, не понял я, где? Курк, я, что-то, его не вижу. Не понял. Вот они стоят, недалеко от костра. Потерял, как не заметил. Ну, это и не мудрено. Вообще отменное. Спасибо за юрту. Я ненадолго. Я очень устала. Увы, ночь будет долгой. Почему? Мисс Кейт Вокер, на луну погляди. Красная луна. Случается очень редко. Раз в двадцать лет. Раз в двадцать лет? Как и странствие. Мисс Кейт Вокер считать умеет. Это не случайно. Мы каждый раз приходим сюда, в это место, в ночь Красной Луны. Почему это так важно? Красная Луна – это время священной церемонии, очень важной для уеколов. Ритуал призывает благословение духов на переход, и мы обретаем шанс достичь цели. С начала времен церемония проходит в храме Красной Луны. Но в окрестностях нет никакого храма. Вот и проблема для мисс Кейт Вокер. Храм ведь был там раньше, да вот взял и исчез. Храм не может просто взять и исчезнуть? Может, если скрыть его тоннами бетона. Ты имеешь в виду, что храм снесли, чтобы построить на его месте стадион? Говорят, что духовный проводник прошлого перехода, мой предшественник, нашел способ спасти храм. Каким образом? Проводник Хан Тика вместе с несколькими храбрыми уколами предложили свои услуги на строительстве. Они оказались опытными каменщиками, и они смогли спрятать наш храм под бетоном так, чтобы никто не знал. Они месяцами работали по ночам, скрываясь от глаз архитекторов и прорабов. И уколы трудились изо всех сил, храм духов спасая... И они добились своей цели. Наш храм действительно спрятан где-то под этими современными зданиями. Увы, они умерли от усталости. Как ужасно. Мне... Мне так жаль. Этими словами племя воздало должное их жертве. Ти спиритулу махрохенок бикнок вану. Храм тут где-то быть и должен. Племя ищет его уже. Но мисс Кейт Уокер могла бы и помочь, правда? А у вас нет карты? Или хотя бы предположения о том, где может быть храм? Нет, мы лишь знаем, что он где-то тут, под тоннами бетона. Нам очень надо найти его, Кейт Уокер. Откуда лучше начать? Ищи со своей стороны. Мы скорее его найдем, если искать будут все. Ладно. Йоколы уже начали поиски? Конечно. Если что, проси их о помощи. Как именно проходит церемония? Ритуал Красной Луны привлекает каравану благоразблажения духов. Нужно очиститься перед тем, как перейти границу Ихастана. Это очень личный ритуал. Трудно описать церемонию вкратце, Кейт Уокер. Это надо пережить самой, чтобы понять. Ты уверен, что Ольга и полковник не будут преследовать нас после границы? Да, Кейт Уокер. Ихастан вне их юрисдикции. Ладно. Поищу со своей стороны. Ну, они, я думаю, помешают нам всячески пересечь этот мост, я думаю. Ну и что ж, как всегда, выспаться нам, точнее Кейт, не удастся. Нас загрузили дополнительной работой. И, как всегда, Йоколы аккуратненько присели на шею Кейт. Ну, вроде как они тоже сами должны искать. Но, естественно, найдем мы. Потому что они-то нихрена не найдут. Иначе это было бы не квест. Если бы мы сидели бы себе со лжа ножки, и Йоколы бы сами нашли бы храм. Вот. Классно, конечно. Да, рассказали им прошлые проводники, что здесь был храм. Ну, о месте расположения этого храма, к сожалению, никто нигде не успел рассказать. Главное, слухи как-то дошли. А где этот храм? Не дошли. Не дошли. Хорошо. Ну, и двигаемся в эту сторону. Видите, у нас здесь Йоколы старательно ищут храм в заборе. Очень прямо трудолюбивые ребята. Кстати, что они мне скажут? Ладно, я уже на лестницу поднялся. Спускаться не буду. А то опять там словлю лестничный бак этой игры. Который здесь очень сильно распространен. Кстати говоря. Мы сейчас с вами находимся на кладбище Йоколов. Здесь их хоронят. Ну, или хоронили, похоронили тех, кто уже здесь работали. Они здесь работали на арабских началах. Их эксплуатировали. Как вы слышали, да? То, что некоторые из Йоколов погибали просто от усталости. Ну, плюс они еще и старались строить храм. Кажется, все надписи переведены на язык Йоколов. Стоит их почитать. Здесь лежит дядя Бурдон Дахна. Он умер с молотом в руке. Ну, получается ясное дело, что умер от усталости. Работал и умер. Не все плитки, конечно, можно разобрать. Да и может быть, Кейт еще не настолько хорошо знает ее кольский язык. Хан Тиках. Духовный проводник, пожертвовавший собой, чтобы навсегда защитить переход от бед. Курк мне о нем рассказывал. Агнеса Дубровская Тиках. Моя матушка, доказавшая, что у любви нет границ. Ну, как видите, здесь еще есть свежая могила. Дуняша Дубровская Тиках. Ее неустанный дозор закончен. Теперь она со своими родными. В общем, такая семейная могила здесь у нас получается. И одна свежая могила. Неразборчиво. Неразборчиво. Так, здесь у нас... Никого. Интересно, кто живет в этих трущобах? Ну, попозже узнаем. Смотрите, знак стоит, да? Дань современности. В таком месте. Пещерочка есть. И в этой пещерочке у нас есть интересный предмет. Некоторые погибли ради племени. Другие, чтобы помочь им. Пусть память о них живет во веки вечной. Что-то не так. Ну, а не так здесь следующее. Этот предмет, он никак особо не прикреплен сильно к этому памятнику. И мы его, соответственно, слегонца забираем во временное пользование навсегда. Ну, и теперь идем, соответственно, в эту вот избушку. Ну, естественно, стучаться мы не будем. Мы посмотрим в щель. Никого вроде как нету. О, решили постучаться все-таки. Окей. Небольшую вежливость решили проявить. Но случимся так, что, я не знаю, мне кажется, даже не спящий человек этого бы не услышал. Действует, как завсегда, ты вор, да? Такая чика глянулась, посмотрела, оценила обстановку и такая зашла. Сразу кидаем взор. Вокруг никого. И смотрим, что может тут взять. Какой-то журнал. Добрый вечер. Извините за беспокойство. Дверь была открыта. Недоброе лицо у гражданки. Извините за мое любопытство. Я путешествую вместе с кочевниками, разбившими лагерь на стадионе. Им необходимо посетить свой древний храм, который стоял где-то тут раньше, до изменений. Вы ничего не слышали об этом храме? Он очень важен для иколов. Священен. Вы не знаете, где он находится и существует ли он вообще? Я настаиваю. Прежде чем вы уберете рукопись, дайте мне на нее взглянуть. Все указывает на то, что ее давным-давно написал один из иколов. Здесь планы в перемешку с заметками, которые я должна признать, не могу понять. Но очевидно, что тут указано, как найти священный храм. Похоже, рукопись для вас много значит. Но все же вы должны отдать ее мне. Ее колы обречены, если не смогут найти свой священный храм. Хан Ти-ках. Знакомое имя. Он был духовным проводником прошлого перехода. Вы его знали? Его убили прорабы. Они заставляли его работать, работать, а потом работать еще. Хуже, чем животное. Я не хочу отдавать журнал никому в том лагере. Хоть убейте. Я не та, кто вы думаете. Я не имею отношения к тем, кто строил стадион. Я бросила все, чтобы сопровождать Юколу в путешествии. Теперь я одна из них. Думаешь, я дура? Никому верить нельзя. И такой, как ты, я не скажу ничего. Ты не стоишь даже Юколу полукровки, как я. Ты просто большевик. О чем ты? Меня зовут Дуняша Дубровская Тиках. Хан Тиках мой отец. Он был вождем Юколов, работавших как рабы на строительстве стадиона. Он сошелся с женщиной отсюда. Она работала в местном буфете. Вот так я и родилась. Понимаешь, за мной гонятся люди, которые охотятся на нас. На караван Юколов и меня. Они желают нам зла. Юколы, с которыми я пришла, тут недалеко. Я могу позвать одного, чтобы он за меня поручился. Зачем? Ты, наверное, ими вертишь, как хочешь, большевичка. Юколы, как дети. Они скажут все, что ты захочешь. Несколько месяцев назад они спасли меня. А сейчас я пытаюсь им помочь. Если у вас правда есть кровь Юколов, значит, вы тоже должны им помочь. Ты шипишь, как гадюки, что летом греются на бетоне стадиона. Возвращаясь к тому, что вы рассказали о своем отце, Ханни Тика, знаете, Юколы почитают его как великого доброго духа. И делают это потому, что он решил пожертвовать собой ради спасения храма священных церемоний, чтобы все будущие переходы могли получить благословение духов. Это хорошо. Никогда нельзя забывать о духах. Ти, и спиритулу, макра, иенок, бекнок, вану. Вот так Юколы чтут его память. Да пребудет твой дух с духами предков, и да не будет забыта твоя жертва. Вот как говорят Юколы. Даже большев... В смысле, даже строители стадиона не знали, что это значит. Отдай этот блокнот своему проводнику. Он поймет, если он действительно тот, о ком ты говоришь. Дух моего отца покажет путь. Спасибо. Твое спасибо подождет. Я не знаю, где находится храм, и даже с рукописью найти его будет непросто. Здесь слишком много бетона и железа. Иногда даже духи бессильны. И еще, новый караван. Как ты думаешь, может проводник со мной увидеться? Я... Я почти ни с кем не общаюсь. А так, я смогу поговорить с кем-то из своих. Я тебя понимаю. Это можно устроить. Ну и что ж, вежливо и ненавязчиво мы убеждаем эту девушку, что мы неплохие, и что мы помогаем ее колом. И она попросила на, соответственно, встречи с курком. Мы, конечно же, это дело все устроим. Ребята, старательно рекомендую, прежде чем заходить в эту избушку, все-таки осмотреться здесь, почитать, ознакомиться с плитами, чтобы у вас больше было доводов для общения с этой девушкой. Иначе, ну, как бы, в любом случае, все будет хорошо. Но это повысит ваши шансы. Так, я потерялся нафиг опять в этих местах. Ну, сейчас нам нужно, собственно, идти снова в лагерь уиколов и поговорить с курком. Давайте уже там и встретимся. Ну и все, мы вернулись к месту, так сказать, пастбище. И сейчас нам нужно найти курка. Смотрим внимательно, а то все они тут на одно лицо. курка у нас без шапки. Он должен быть где-то здесь, рядышком. Так, 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 так. Блин, так, вон он, по-моему, да? Нет. Блин, целая проблема тут найти кого-то. Ну, по крайней мере, у меня. Там, без шапки, но это нигде. Блин. где вы? Эть, дайте пройти. Вот он, Курк, спрятался. скучает. Скучает. она поможет нам найти храм? Она дала дневник своего отца, и я надеюсь, он поможет быстро найти храм. Но он на Юкольском. Ты можешь мне его перевести? Конечно. И это не все. Ты можешь нанести ей визит? Все эти годы она была одна, и встреча с кем-то из ее племени будет ей приятна. Для меня честь встретиться с потомком одного из спасителей храма. Я навещу ее, как только закончу перевод. Дай мне дневник. Курк-переводчик просто от бога. Не, вообще, кстати, у него из всех Юколов, у него, по-моему, самая лучшая речь, пока больше никого из Юколов я такого прям дикции не слышал. У него прям реально очень хорошо все такое. Бовар стоит. Ну, блин, проводник есть проводник. И мы получили с вами блокнот, уже теперь переведенный. Обязательно этот блокнот нужно, ребята, изучить. Ну, чтобы дальше пройти, либо, допустим, смотреть какую-то подсказку, либо, если вы смотрите и проходите сами игру, хотя, если вы проходите сами, будете смотреть данное видео, но если вдруг застрянете на каком-то месте, то вот совет. Данный блокнот нужно изучить. Потому что здесь скрыта подсказка. Я, естественно, это читать не буду. Здесь, по сути, история рассказана, дневник такой некий, что и как тут было. Соответственно, я тут могу поставить, можете на паузе ознакомиться. Видите, тут уже наикольском, соответственно, и переведено уже на русский. Все. Тут описано. Так. И в конце у нас будет скрываться подсказка. Вот она. Духа скорби. В общем, вот эти знаки, ребята, нам в ближайшее время пригодятся, чтобы разгадать одну загадку. Если вы не изучите данный дневник, то вы об этих подсказках просто не узнаете. А эти символы, они будут нужны. Ну, соответственно, либо вы можете посмотреть данное видео и узнать таким вот образом о подсказках. Все. Дневник прочтен. Так сказать, пролистан. Подсказки мы получили. Ну, Курк должен идти поговорить теперь с девушкой. Ну, а мы будем двигаться с вами дальше. Теперь нам надо идти непосредственно в сам стадион. Внутрь. Так, здесь нам направо. Поднимаемся. Довольно-таки неплохо, кстати, сделан стадион. И идем налево. Здесь какие-то кабинеты, потрескавшиеся стекла. И вот у нас есть дверь. Все мы внутри. Ну, это какой-то некий зал славы. Смотрите, здесь кубки, медали. Также какой-то буфет, там бар. И вот тут можно посидеть. нам нельзя, конечно. Такой панорамный вид. Видите, снизу и сверху все стекло. Правда, все, конечно, уже грязное. Луна. Ну и все. Полюбовались. Ну и нам с вами надо эти. Вот здесь справа есть кубочки. И здесь у нас есть что такое? Есть вторая. Вот мы с вами находили в пещерке, где была девушка, да, на кладбище. и вот вторая часть. Нам надо разбить это стекло и забрать вещь. К сожалению, вежливо мы никак открыть его не можем, поэтому будем вандализмом заниматься. У нас с вами есть шарф. И, собственно, этим шарфом мы используемся. Этот шарф нам дала Сара, внучка Штайнера. И самое главное, да, смотрите, она, получается, использует шарф, который она ей дала, но при этом шарф у нас одет на шеи. Такой вот небольшой баг. Да. Удар руки не сильно поставлен. Но все-таки девушка. Опа. Как-то она небережно обмотала руку, пальцы один фиг оставила. Да здесь только... Да здесь только предметов вокруг можно было взять какой-нибудь подручный предмет и разбить. Все. забираем. Линза и колов. Причем, какая-то линза, да, там у нас зелененькая, здесь у нас красненькая. Будем 3D-фильмы смотреть. Ну и мы с вами продолжаем двигаться дальше. Здесь поворачиваем, двигаемся по коридорчику до конца. И здесь у нас с вами есть спуск. Видите? На самом деле локация достаточно большая. И, блин, я думаю, на исследование ее уйдет немалое время. И вот здесь у нас есть с вами стульчик. И вот, собственно, да, видите, у нас здесь шифр на Икольском. И как раз вот этот шифр вы можете узнать именно из этого блокнота. Ну, естественно, там он не будет вам подан на наблюдице. Вам придется там расшифровать, что в каком порядке. Ну и, соответственно, давайте я вам покажу. Так. Нам, получается, здесь надо вот этот знак. Здесь нам нужен... Так, так, так. Где он там? Так. Нет, не то. Блин, не вижу знак этот. Так, секундочку. Оп. Блин, а где же этот знак-то? Вот этот. По-моему, да, если я не ошибаюсь. Так, затем... Здесь у нас... Вот этот знак. Затем здесь у нас вот такой знак. Я не знаю, как описать. По сути, каждый знак, он означает, естественно, какое-то слово. Вот. В блокноте эти все слова описаны. Здесь мы ничего не меняем, и здесь у нас должен быть... Вот такой знак. Все. Такой порядок знаков. Ну, и мы с вами открываем сидушку. И здесь у нас еще одна линза. Линза Фьюкова. Линза Фьюкова, блин. Сказал прям как имя. О, здесь уже Юкол ходит. Ну, и они тоже старательно нам пытаются помочь и ищут. Ну, что, друзья, это мы пока жалуем. Пожалуй, закончим наше сегодняшнее прохождение. Не забывайте поддержать лайком проходос. и, я думаю, скоро выйдет еще одно... Короче, скоро выйдет еще одна серия. Что-то я запутался сегодня и встречу. Всем пока!